Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, перед тем, как будем мы молиться вместе Господу, желания моего сердца вместе с вами, у кого есть Библия, давайте откроем текст Священного Писания, который записан в Евангелие от Луки, 22 глава. Будем читать с 7 стиха. «Когда же настал день опресноков, в который надлежало заколать пасхального ангца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими, и он покажет вам горницу большую, устланную там, приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. «И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним». Братья и сестры, текст Священного Писания, это краткое повествование, говорит нам о величайшем событии в жизни людей. Иисус Христос впервые на земле, в простой обстановке, дает повеление своим ученикам и установление вечерей Господней. Братья и сестры, давайте на минутку представим себя, каждый себя, на место того человека, к которому было обращено это повеление. А повеление заключалось в следующем. «И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими». Братья и сестры, как бы мы отреагировали на это повеление, и что бы мы делали с вами. Мы видим, что Иисус Христос знал этого человека и доверил этому человеку, и знал, что он все выполнит, как нужно. Братья и сестры, вечеря Господня, которую мы сегодня будем совершать в нашем доме молитвы, она совершается в двух сферах. Может, мы об этом и не задумываемся иногда. Это видимая часть, то, что видим мы. А что мы видим сегодня? Горницу большую, наш прекрасный молитвенный дом, который приготовлен. перед нами стол, белая скатерь, хлеб, вино, чаши, и все приготовлено, братья и сестры. Это видимая часть, правда? И к этому тоже нужно готовиться. Но есть другая сторона, братья и сестры. Есть то, что никто не видит, только Господь. И что Господу надо? Господу надо, чтобы приготовлена была наша горница с вами. Большая, устланная. Вот там приготовьте. Я не знаю, братья и сестры, как у вас прошло сегодня утро? С какими мыслями проснулись? О чем вы говорили по телефону с родными, близкими? О чем ехали по дороге сюда, разговаривали друг с другом, может быть, или сами? Я бы хотел, чтобы мы сегодня просто успокоились и в тишине сердца обратились вовнутрь своей горницы. Приготовлена она сегодня для того, чтобы совершать вечерю. Потому что, братья и сестры, истинная вечеря, и результаты от нее происходят вот здесь. Не вот здесь даже. Несмотря на все благоверение этого зала. Братья и сестры, Бог доверил нам, Бог доверил нам приготовить горницу своего сердца каждому из нас, никому-то. Вот почему мы сегодня будем слышать, когда брат будет читать 11 главу посланий Коринфянам, мы будем слышать следующие слова. «Да испытывает же себя человек». Кого испытывает себя человек? И когда человек испытывает сам себя, представляете, какая величайшая доверие и ответственность. Господь говорит, испытайте себя. Проверьте вашу горницу. Все ли там благополучно? Нет ли там зависти? Нет ли там обиды? Нет ли там недовольства? Даже сейчас почему не так? Почему не то? Почему он, а не другой? Все ли, братья и сестры, там готово для того, чтобы учитель пришел и совершал вечерю через Духа Святого, братья и сестры? И таким образом, пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей. Я в этом вижу величайшее доверие Христа к церкви и в это величайшая ответственность каждого из нас. Братья и сестры, а что произошло в той горнице, которую мы только что прочитали, а не весь отрывок прочитал? Братья и сестры, было приготовлено все. Ученики сделали, как Господь повелел. Мы читаем, они пошли, нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Был и агнец, были пресные хлебы, были горькие травы, было вино, и был Господь Иисус Христос, Который возлежал с учениками. И вот интересно, братья и сестры, когда мы читаем в этом повествовании, мы читаем следующие слова. После слов, сказанных Христом, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается», мы слышим следующие слова Христа. «И вот рука, предающего меня со мною за столом». Братья и сестры, какое несоответствие между внешним приготовлением и внутренним приготовлением внутренней горницы одного из учеников, близких ко Христу, который тоже говорил, «Не я ли рави?» Братья и сестры, не происходит ли это в нашей жизни? Внешне все приготовлено, а внутренняя наша горница находится в запустении. Кто знаком с Ветхим Заветом, интересуется подробно устройством храма или скини, мы находим, что храм был построен удивительным образом. Там было множество комнат, помещений, и все это дополняло друг к другу, для того, чтобы все служило, для того, чтобы там совершалось истинное богослужение. Был внешний двор, был внутренний двор, но мы хорошо знаем, братья и сестры, что там было особое место, церковь, какое было особое место, куда никто не мог заходить. Святое святых, правильно, когда только первосвященник раз в год входил туда, это был особый трепет, это особое состояние и время, когда священник входил во святое святых с кровью окропить. Жертвенник, братья и сестры, если у нас с вами и внешний двор, и внутренний, я говорю о человеке, есть, а есть особое место, о котором Христос сказал. Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими, братья и сестры. Поверьте, его не столь важно интересует пиджак или галстук, который мы носим, или нарядное платье. Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками? Они пошли, нашли, как сказали, и приготовили Пасху. Мы читаем в послании Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Не знаете ли, разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет, где, братья и сестры, сегодня в Новом Завете, живет вас? Можем себе представить, дорогая церковь, здесь сколько собрано возрожденных людей, которые имеют Духа Святого в своей, этой храмине, в этой телес, в нашей теле. И ему не безразлично это место, это комната. Она должна быть большая, усланная, приготовленная, чтобы Дух Святой сегодня вдохновлял нас, чтобы у нас было должное чувствование и должное отношение, братья и сестры, к тому, что будет происходить сегодня, а сегодня будет происходить священодействие. Хлеб не будет превращаться в тело, вино не будет превращаться в кровь, но будет превращаться, изменяться мое сердце под влиянием Духа Святого. Братья и сестры, когда мы смотрим на Голгофу, мы должны ясно понимать, братья и сестры, в чем суть Евангелия. Там я должен быть. На Голгофском кресте я должен быть, братья и сестры, позвольте и ваше имя сказать, и вы должны быть там. Вот в этом суть Евангелия. И как благодарность этому, братья и сестры, что он взял на себя грехи, болезни, немощи, проклятия, гнев Божий и подарил нам спасение и вечную жизнь, он говорит, воспоминайте церковь, но не делайте это небрежно, не делайте это неправильно, приготовьте вашу горницу. Псалом Асафа, 72-й псалом начинается прекрасными словами. Как благ, то есть доб, расположен Бог к Израилю, к чистым сердцем. Обратите внимание, Бог благоволит, Бог расположен к тем, кто заботится о чистоте своей горницы, своего сердца. Он благ, он добр, он расположен. Говорят, что древние мастера, которые занимались золотом, занимались плавильни, занимались изготовлением всевозможных украшений, драгоценностей. И вот древние мастера, они знали один особый рецепт, очень простой. Они плавили золото до тех пор, пока в этом золоте не отображался их лицо. Это было подобное золото, чистота золота определялась, как зеркали. И когда они видели свое отображение, свой образ в этом золоте, не нужно было делать никаких лабораторных исследований. Это было достаточно. Братья и сестры, обратите внимание, что говорит Писание. А Библия говорит в следующем, книга «При мудрости» Соломона, 17 глава, 3 стихом, говорит следующее слово. «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердце испытывает кто? Господь». Братья и сестры, а сердце испытывает Господь. И я понимаю, почему Давид, который любил Господа, который имел особое отношение с Господом, он молится вот этой молитвой, братья и сестры. Хотел, чтобы мы сегодня как церковь помолились этой молитвой. «Испытай меня, Боже!» 138-й Псалом, 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай намерения мои. И зри, не напасом ли я пути? И направь меня на путь вечный». Какой прекрасной молитвой. Братья и сестры, хотели бы вы помолиться этой молитвой сегодня утром? Я размышлял вчера и сегодня, вот на этой неделе об этом событии, читал тексты, читал Евангелие от Матфея потрясающая, братья и сестры, история искупления. Никогда она не потеряет свои силы, мощи, свои чистоты. Братья и сестры, мы уверены, что делали вчера суббота, во многих был день свободный, многие делали уборку в своем доме, не правда ли? мы особо делаем, когда хотим пригласить кого-то из гостей. И мы убираем и приводим гостей, конечно же, в горницу, Ливенрум, как мы говорим. Мы хотим, чтобы там было чисто. Братья и сестры, заботимся ли мы о нашем так сердце, вот этой горнице, вот это место святое святых? Переступит ли порог Господь нашей горницы сегодня? Одни говорят, что чисто там, где убирают. Другие возражают, им говорят, чисто там, где не сорят. А кто-то подметил, чисто там, где не сорят, но и там, где убирают тоже. К сожалению, братья и сестры, в нашей жизни не получается содержать все в стерильной чистоте, потому что мы живем в этом мире греховном. И даже если мы закроем чисто убранную комнату, на несколько лет, куда-нибудь даже проникать свет, а потом откроем, братья и сестры, что мы обнаружим на столе, поверхности стола? Правильно, пыль, и нам придется убирать. Поэтому, братья и сестры, приступая сегодня, вот в этот день, я так бы хотел, чтобы Духу Святому было просторно в наших сердцах, в моем сердце вашем. Я так хотел бы, чтобы Духу Святому просторно было в нашей горнице, чтобы не только наше прекрасное пение, наше служение, наше благоговейное отношение и проведение исполнения заповедей Господней было в этом зале ощутимо, но чтобы закончилось собрание, и мы ушли с благодарным, радостным сердцем, сказали, как хорошо сегодня было с нашим Господом. поэтому пусть Господь благословит и поможет. А теперь давайте вместе, у кого есть желание в тишине или в слух, мы помолимся этой молитвой, пусть не буквально, но этот смысл, который Давид когда-то нам передал, испытай меня, Боже, и узнай, сердце мое, испытай меня. Аминь. Помолимся. Аминь.